добро пожаловать в новый видеоурок меня зовут александр владимиров школа logic pro help сейчас мы с вами разберем как анализировать эталонные треки по моему нет ничего лучше когда вы берете эталонный трек но только представьте вы берете трек который вы считаете самым лучшим на свете это самый топовый трек вообще во всем на всем земном шаре и вы можете его детально проанализировать понять какие там фишки использовались вообще за счет чего этот трек стал таким популярным за счет чего его любят все и так далее по моему это магия и сейчас мы этим займемся для этого нам нужно сделать что конечно же скачать референсный трек если вы не знаете какой трек взять в качестве референса у вас нет любимой музыки берите то что сейчас в топе чарта и скачивайте неважно какой трек вы возьмете я взял трек black coffee просто для примера и первое что нам нужно сделать чтобы грамотно его от анализировать это нужно подобрать bpm такой же как у этого эталонного трека конечно мы не знаем какой bpm у этого трека поэтому мы воспользуемся такой простой функцией правой кнопкой мыши здесь темпа и apply region темпа to project темпа то есть мы применяем темп этого трека от black coffee к применяем к темпу нашего проекта который здесь у нас заметьте 130 но сейчас будет скорее всего другой он стал у нас 119 900 и так далее это конечно все ерунда этот лоджик ошибся мы здесь ставим вот так вот ровно 120 еще важный момент что если вы скачиваете mp3 жку почти наверняка вы скачиваете mp3 жку если у вас возникает вопрос ну раз мы хотим анализировать референс нужно где-то скачать вов или флаг ребят вам mp3 жки 320 просто скачаны тупо из интернета хватит тут просто с головой поверьте не нужно заморачиваться там где-то искать какие-то флаги не флаги если у вас кинем наушники или мониторы за 200 300 500 тысяч то и в аудиофил то окей возможно вам это имеет на место быть в остальном нафиг не нужно так вот чай говорил то я говорил то что здесь есть пауза у каждой mp3 жки есть пауза это единственный минус mp3 шик мы ее обрезаем и теперь когда мы ставим вот так вот видите я убрал эту паузу в начале все здесь сделал темпу у нас подобран вроде как нажимаем на счетчик но на метроном и вроде все четко ну да даже вот по транзиентом видно что все окей вы также можете узнать тональность трека но это можно сделать просто написав в интернете узнать тональность трека и через различные сервисы вы можете узнать собственно скейл этого самого трека вряд ли это что-то капитально вам полезное даст но тем не менее тоже дополнительная информация и наконец самое то главное в 11 версии лоджика появилась функция такая замечательная как stem splitter вы можете задать вопрос александр а чё на у тебя как неактивная а потому что она неактивная поскольку только на силиконе работает самый splitter да вот такая вот штука у меня не силикон я еще тот маковод поэтому как бы я обхожусь всевозможными сторонними сервисами ну например я использую splitter от vocal remover это онлайн сервис принципе тоже работает достаточно неплохо кстати вот тональность а минор для минор самая банальная тональность у этого трека но так вот поэтому вы как делаете если у вас силикон вы нажимаете правой кнопкой мыши здесь сразу выбираете вот этот вот splitter вы выбираете что вам нужно то есть какие элементы там музыка вокалы басы ударные и он вам просто это все разрезает я же сделаю это через сторонний сервис мы получаем с вами тот же самый трек только разбиты на составные части причем можем сравнить насколько похоже звучит практически не отличимо конечно если мы будем слушать каждую вот эту вот отдельную дорожку то мы как бы заметим что но в принципе она может быть с искажениями это нормально но в совокупности это дает такой же практически звук как он был изначально здесь у нас есть бас и что мы можем проанализировать именно по басу но в принципе здесь лучше анализировать на слух мы можем взять channel и q но это будет не совсем корректно понятно что бас это у нас низкие частоты тут как бы все это понятно мы можем проанализировать эталонный трек вот каким образом например можем взять какой-нибудь плагин который показывает нам стерео картинку например мы берем айзотоп неважно какой версии и мейджер солируем чисто низкие частоты герц тогда 120 смотрим что у них тут по низам естественно лучше взять кульминационную часть ну как бы дроп и мы видим что басы тут ну как бы они не сильно то в моно то есть где-то местами какой-то звук выстреливает и он звучит в стерео тоже бывает полезно для понимания того вообще нужно ли делать низкие частоты в моно здесь тоже бас показывает ту же самую картину значит что дальше ударный вот с ударными уже интереснее здесь самый идеальный вариант это попытаться подобрать такие уже ударные задания так скажем на четверку сделать такой же ритмический рисунок то есть ну чем мы там слышим да есть бочка есть какая-то перкуссия есть какой-то такой шейкер не шейкер такая тоже перкуссия по сути и ваша задача подбирать не такие же звуки один в один а просто подобрать похожие примерно и сделать точно такую же расстановку именно ритмическую когда вы это сделаете блин поверьте вот 12 трека вы так разберете это будет просто шик вот воссоздание треков это одно из лучших упражнений которые только есть задание на пятерку это когда вы пытаетесь найти максимально похожие сэмплы пытаетесь понять почему вот именно так этот сэмпл был взят почему не какой-то другой вообще где можно найти такой сэмпл как может быть его можно сделать с нуля самому и так далее и собственно если у вас темп вашего проекта совпадает с темпом трек который вы анализируете то у вас все будет как бы четко ровно и вы просто подберете те ударные которые в референсе да то есть максимально похожи вот шейкеры таких а их это добавились в чем обратите внимание здесь нету клэпа например здесь еще шейкеры добавились то есть вы так начинаете анализировать и в идеале вы прям создаете новые дорожки и загружаете туда похожие звуки по максимуму насколько вам это удастся сделать также вы анализируете естественно мелодию ну очевидно что здесь какая-то аккордовая прогрессия вы можете попытаться подобрать такую же благо сделать это не так сложно если вы знаете тональность а тональность мы уже с вами выяснили это а минор ля минор поэтому в принципе у нас не так много вариантов аккордов которые здесь могли использоваться и вы просто подбираете что-то похожее доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по лоджик про и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене это тоже очень полезное упражнение но она прям более сложная потому что музыкальный слух есть не у всех но как бы тренировать это все надо вокал ну вокал у нас здесь в принципе в этом треке отсутствует на вот по вокалу единственный наверное момент при таком сплетирование назовем очень заметно когда в куплете вокал он узкий то есть вы даже по анализатору вот этого можете заметить что вокал в куплете он более такой в моно практически а в припеве то есть в самой кульминационной мясной части он становится очень широким за счет добавления эффектов за счет добавления новых даблов бэков и так далее это тоже очень важно то есть это создает контраст это как бы очень прикольная штука вот по басу кстати если вы например ну там не обладаете музыкальным слухом то вам может помочь плагин который находится у нас миттеринг это тюнер он позволит понять на какой ноте звучит бас бас в отличие от мелодии он играет на одной ноте соответственно здесь как бы тюнер нам покажет то есть тюнер он аккорды не показывает он это делает криво а вот одну ноту кое является бас он может показать ну и логично что здесь у нас нота ля потому что тональность ля минор что еще мог black кофе сюда какую ноту воткнуть ну конечно ноту ля тут можно было и не смотреть наконец еще одна прикольная штука это понимание структуры композиции то есть вы нажимая на g можете что сделать вы можете открыть маркеры и собственно добавить маркер что вот здесь у нас интро ну как бы это очевидно да что у нас начинается здесь трек вот здесь у нас начинается условно говоря break давайте напишем breakdown break вот отсюда да у нас начинается дальше там еще можно разделить дополнительно что у нас тут есть где-то разгон не разгон ну вот он пошел дроп у нас ставим сюда этот маркер и мы понимаем а какая структура у того или иного трека и вы можете дальше пойти как правило многих треках есть два breakdown на две ямы и два дропа две кульминации также как в музыке поп музыки рок музыки есть два куплета два припева и очень полезно сравнивать чем отличается первый дроп от второго дропа чем они отличаются чем они похожи очень часто бывает так что в электронной музыке дропы они одинаковые а вот я мы они почти всегда отличаются чем-то друг от друга заметьте попытайтесь понять чем именно проанализируйте послушайте это очень полезно также очень круто слушать референсные треки и пропускать их через анализаторы например тот же самый например от айзотопа тонал баланс контрол я про него рассказывал очень полезный плагин и можете посмотреть как у него вот у вашего эталонного референсного трека выглядит а чеха честно говоря очень кривая а чеха шка но что поделать это факт да то есть вот такой вот у нас эталонный референсный трек также вы можете прослушать трек в моно это тоже очень полезно потому что есть люди которые нас смотрятся видосиков на ютубе и такие должна быть моносовместимость идеальная и потом делают полную полную фигню поэтому вы про когда прослушивать будете эталонный трек на именно в моно да как бы через этот плагин вы поймете что и ваши любимые треки в моно звучат паршиво потому что моносовместимость понятие относительное в конкретной попсятине там моносовместимость прям хорошая там вот это прям надо то есть ну по анализу таких треков я знаю что там моносовместимость вообще ништяк а вот во многих электронных треках моносовместимость такая но здесь мы основные элементы слышим ничего не искажается больше нам в принципе не нужно от моносовместимости вы можете прослушать теперь низкие частоты в соло это кстати реально очень полезно потому что бывает так что вы слушаете свой микс и вам кажется что не зазвучат хорошо их много но на самом деле они грязные и слушая их вместе с остальным частотным спектром вы это просто не замечаете когда вы включаете в соло вы понимаете что у вас что-то фигачит только бочка а баса практически не слышно или здесь вообще нет никакой пульсации все звучит как-то странно прослушайте эталонные треки поймите просто вот почувствуйте как там звучат вот эти низа ну вот здесь вот например я слышу что бочка она в принципе долбит то в моно а вот когда вот начинается какой-то такой бас не бас вот он почему-то широкий да вот так вот сделали то есть вот уже такой такая пища для размышления и вот это вот все нужно прям анализировать и идеальное идеально когда вы воссоздадите трек один в один вот просто по максимуму кроме того очень прикольное упражнение когда вы берете те же самые даже мелодические партии и выписывайте какие звуки вы услышали в идеале вообще создать пускай даже просто пустой какой-то вот software инструмент трек добавить сюда midi region и вот просто написать что вот здесь вот в начале мы слышим там пианино мы слышим педы и так далее то есть вот это прям очень-очень полезно когда вы берете и прям пишите здесь пиано но она реально там в начале до звучит пианино а еще педы то есть мы дублируем и такие а тут еще у нас педы почти наверняка какие-то педы тут у нас есть можно дать другой цвет чтобы было поинтересней дальше вот так вот раскидываете и у вас получается полностью готовая структура вашего любимого трека вы можете не наполнять конкретно какими-то звуками опять же повторюсь это задание на пятерочку то есть если вы прямо воссоздадите трек но даже если вы просто выпишите вот так вот именно в таком виде все звуки которые вы услышали мелодические если вы по максимум постарайтесь подобрать ударный бас проанализировать именно с точки зрения структуры именно формы трека то есть поставить вот эти маркеры локейтеры попытайтесь понять чем отличается каждая составная часть друг от друга если вы проанализируйте через всякие плагины подобные то это уже будет очень круто и это прям очень сильно прокачает ваши навыки в области написания музыки поэтому пользуйтесь этим анализируйте треки напишите какой бы трек вы хотели проанализировать и давайте делиться какими-то инсайтами которые вы получили при анализе любимых композиций на этом все с вами был александр владимиров школа logic pro help пока александр владимиров Tea александр владимиров александр владимиров